Продолжение следует... Он тогда только ушел из поющих гитар, но ушел со скандалом из Лен-концерта. Я уже не буду, он там сам в автобиографии этот скандал опишет. Но во всяком случае у него с Лен-концертом были очень напряженные отношения. И когда Антонов встретился за кулисами концерта по поющих гитар с худруком Лен-концерта, он с ним не поздоровался. Ну какой-то там провинциальный Лен-концерт, мы же в Москве теперь уже, в Центральной Казани. И тот нажаловался в Министерство культуры, и начались на нас гонения. Искажения там народной музыки, еще Зыкина подключилась. И вот эти самые облавы, или это облавы чуть-чуть раньше были? Мы сдавали 11 худсоветов, они нас взяли на измор. Вообще моя седина вся оттуда. Потому что мне нужно было тянуть всех, надо было кормить музыкантов, денег же нет. Я какие-то выписывал деньги на гаечные ключи, там непонятно на что. Я помню Саша Морозов, наш тромбонист, который сейчас, по-моему, в Большом театре, он был мой близкий приятель. Вот он в день выпивал суп из пакета один и съедал французскую булочку. Это его был весь дневной рацион. И пешком из гостиницы «Россия», которую по безналичке я сделал, мы ходили пешком вдоль Яузы куда-то в клуб ликеро-водочного завода на репетиции. Как же он умудрялся тромбон-то дуть после супа из пакета? Техника, вот оттуда легкость техники, он с бытратой кларнято умеет играть. И выезжали время от времени на подпиточные гастроли, и вот так вот первый год прошел в дикой борьбе. Ну а потом эти добрые молодцы, там всякие театральные интриги, они закончились. И у меня как бы профессиональный путь уперся в тупик. Потому что идея моя была уйти от репертуарного контроля как можно дальше. Но он везде настигал. Элтон Джон, урожденный Реджинэлд, Кеннет Дуайт, и бессмертное его произведение, посвященное рептилиям, «Рокодилл рок», «Крокодилл». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну как у вас складывается ваша английская жизнь? Приучили вас англичане есть овсянку? Приучили меня не есть мясо и питаться овощами исключительно. Потому что, ну во-первых, раннее вегетарианское влияние у меня еще идет от Геннадия Львовича Гольштейна. Еще в 60-е годы я у него видел книгу дореволюционного издания с названием «Я никого не ем». С восклицательным знаком. Но так давно не есть мясо? У него были периоды вегетарианства и возвращения к мясу ввиду просто невозможности технической. На гастролях обходиться без этого, иначе просто заголодаешь. А выехав на Запад, я как бы подспудно был к этому готов. А потом уже лет 12 назад на это дело переключился и очень рекомендую. Потому что, ну уже кроме там, так сказать, моральной стороны о том, что человек как бы в убийстве не участвует. Хотя рыбу я ем со стыдом. Просто сам, так сказать, оздоровительный процесс. Достаточно сильный. Так что мясо не ем. Это вот первое английское влияние. А никотин и алкоголь? Да что вы, какой никотин и алкоголь? Никакого никотина. Да? Да, алкоголь, ну там я вино пью, там бокал за обедом. Но в принципе, если меня одного оставь, так я пить не буду. И даже и вина. Тяжелое наследие семейное. Мать не пила, отец не пил. Отец у меня был капитаном, и у нас всегда стояли все эти виски и прочее в шкафу, рядами. Приходили когда ребята, друзья со школы. Я им там, если им интересно, давал попробовать. Но так у меня вырвалось равнодушие. И потом уже в морском училище и на флоте, как бы пытался пристраститься к питью. И даже попивал. Но вот так пристрастия не получилось. Тяжелая наследственность у меня. А вот ощущение счастья, когда было острее, тогда или сейчас, вот сегодня? Вы знаете, я как бы жизнью всегда был доволен на разных стадиях. Потому что во всех аспектах жизни есть своя радость. Я всегда говорю, что никогда я себя так уютно и так вот комфортно не чувствовал, как в кубрике на 500 человек, где никогда нет тишины. Потому что это людское море, оно гудит все время. И оно есть тишина одновременно. И ты вот в уголке, в коечке, продавленном с матрасом, как кролик залезаешь, и ты абсолютно один в своей маленькой вселенной. Вот это самое уютное ощущение. Поэтому в любом аспекте жизни... А сейчас я живу, понимаете, меня тут какие-то поселили спонсоры там... Бранд-отели Европы. Бранд-отели, да. Там две четырехспальные койки какие-то и душ, которого я в жизни не видал. А вот головка души вот такая. Встаешь и под тропическим ливнем моешься. Понятно. Ваша психика вот так устроена, значит, в кубрике уютно и уютно в аппаратной радио. Да это неважно где. Самое главное проекция. Самое главное, как бы ничего не ожидать. Живи так более-менее с благодарностью, и все будет получаться. Я, кстати, тоже убеждена, кто не умел быть счастливым здесь, вот скажем, где-то, то, ну вот вы пересели, я не знаю, ну, я не знаю, куда его, там, во дворец в Сан-Франциско. Он, если нет бациллы счастья, человек... Иммиграция показала одно. Человек от своих проблем уехать не может. Если он не просчитал свои проблемы и считает, что государство виновата в том, что он несчастье, он ничего нигде не найдет. Я очень рада, что вы подтверждаете мою мысль об этом. Да. Вы идите к джазу и року, да, поп, жанр, презренный попса, как был бы вне поля вашего зрения? У меня от профессиональных лет в музыке просто осталось ощущение качества. Если музыка заштампована, если написана по формуле, неважно в каком она жанре, она меня не интересует. Я ищу элемент свежести, элемент просто, да, мысли. Поэтому жанр для меня значения не имеет. Но исторически уж, я раз начинал с джаза, то там есть какие-то срезы, которые, с которыми я не работаю, но которые мне близки как к человеку. Профессионально я не имею права на предпочтение. Если я зациклюсь на какой-то музыке, то у меня профессионально конец. Я работаю как шелк... тут и вышел капрят. Я должен поедать этот лист каждую неделю. И та нитка шелковая, которую я из себя выдавливаю, это та нитка, на которую я вешу. Иначе... Икусить ее нельзя. Нельзя, просто упадешь, тебя раздавится. Поэтому я должен переваривать все эти страницы, прессы, все эти бесконечные пластинки, которые выходят каждый неделю. В Англии вышло в прошлом году 4300 альбомов. Если поделить это, то недостаточно времени в сутках, чтобы все это слушать. Так можно музыку вообще тотально возненавидеть. Ну, можно, да, в принципе. Но у меня, слава богу, на меня работает вся британская промышленность информационная. Поэтому я только могу сливки снимать. Мне не нужно влезать в эти дебри, там с ума сойдешь. Поэтому я работаю на национальном уровне. Все, что вышло в Англии и победило, тоже можно туда. Ну, хорошо. А все-таки в области любви музыкальной что-то находится? Ну, так, если меня совсем одного оставить, я, конечно, поставлю музыку, которую слушал молодым. Это... Тут ничего удивительного нет. И первые воспоминания, это, видимо, школа, там 10-й класс, там фокстроты, Стамбул, Константинополь. Там человек глубокий, басовый. Лу-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Когда дама тонким голосом пела. Ла-ла-рабчат дыне весной. Ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри весело. Да, было такое, я помню. Это лето 57-го года. Потом был какой-то Глеб Романов, Ив Монтан приезжал потом, конечно, была колоссальная мода на Ив Монтана. Это из популярной музыки. А мы, конечно, играли в джаз больших оркестров и вся музыка, вот там, Глен Миллер и все, что было после, Глен Миллер, Канн Бейси. И когда я уже потом вошел в джаз Байнштейна, уже серьезные биг-бенды, типа Стэн Кентон и вся вот эта вот штука. Потом уже перешли Майлз Дэвис, все эти скетчи в Спейн. Вы считаете, почему наша поп-культура сейчас, сегодня, ну джаз мы вообще как бы почти не представляем, не имеет выхода, то есть она никому не интересна. Несмотря на то, что мы имеем достаточно яркие звезды, там, ну вы их знаете, очевидно, все равно они никому не интересны практически. В чем же кроется? Ведь у них и голоса бывают хорошие, то и все. Надо искать все в глубинах национальной психологии. И здесь есть два фактора. Одна, это неразвитость личности из-за нашего, так сказать, общинного уклада и потом этих 70 лет, там и так далее, и так далее, массового образования. А второй из-за криминальной, так сказать, из-за криминального среза психологии. Что произошло, скажем, при товарища Сталине, когда 20 миллионов сидело? Эти 20 миллионов все начинились лагерной культурой. И вот эта приблотненность, которая существует абсолютно во всем, начиная там от Высоцкого и дальше, это вот эта социальная близкость, как при Сталине ее называли, она незримо присутствует сейчас и в эстраде. Потому что, и вот из-за этого на западную психологию замыкания нет. Потому что то, что мы производим здесь, для них психологически очень низко. Неинтересно. Неинтересно это. Им просто не понять. Им не понять, ничего из нашего не понять. Им не понять нашей дамской кокетливости. Уже для них это, как бы, принижение роли женщины. С другой стороны, и с нашей точки зрения, английская дама иная просто ведет себя как мужчина. У нее там все в голове просчитано. И там нам кажется, что у нее нет ни душевности, ни женственности. Я всегда говорю, что, скажем, если хочешь английскую девушку там соблазнить, то ни в коем случае нельзя руки из кармана вынимать. Вообще ничего нельзя себе позволять. Надо все логически доказать. Вот ты с девушкой познакомился, у вас отношение хорошее, она пришла к тебе в гости, и ты должен ее логически доказать. У нее нет другого пути. Нет, что у вас хорошее отношение, и как бы вам смысл есть. И если ей все будет объяснено, то ничего тогда не надо. Вам близко это? Не, но я это теоретически знаю, как вы сами понимаете. Не знаю. Да нет, но отчаиваться не надо. Это ведь не одна Россия такая. Чудовищный совершенно вкус музыкальный в Италии. А во Франции популярная музыка такая, что не дай бог. Во Франции? Да. Очень похоже, кстати, на советскую. Жуткая, жуткая совершенно там. А телевидение какое у них пошлое. Или в Италии. Чудовищно совершенно. Ну как-то вы слабо нас утешаете. Отчаиваться нечего, вы есть еще. В России же есть серьезный срез. Есть масса всякой андеграундной музыки. Благодаря рок-движению, я считаю, советская власть рухнула. Я видел отчеты, спросили там, у Андропов запросил, что происходит в рок-движении. И у меня есть такая книжка красная, там, отчеты какого-то там, сценографические съезда. И мы вот сказали, там, товарищ Генсек, в стране сейчас 173 тысячи ансамблей. То есть это было движение, которое невозможно контролировать. Потому что оно существовало на самодеятельном уровне. Разбирали какие-то рояли, басовые струны, там, и гитары, и народ наяривал. И как только человек освободился, как только у него сознание появилось, его уже не проконтролируешь. Все, его можно взять за жабры, если он профессионал, как брали меня на худсоветах. Сюзен Бэнши, старчу! Сюзен Бэнши Сюзен Бэнши Сюзен Бэнши А мы, на ваш взгляд, как-то меняемся. Вот вы приезжаете довольно редко. Что происходит? Мы же строим молодой капитализм, хотя он строится сам, это социализм надо строить, а тут все само. По какой-то глубинной сути люди не изменились совершенно. Все, что было, так, в принципе, и есть. Меняются внешние обстоятельства, люди приспосабливаются к ним. А так я как бы вернулся в 60-е годы. Да неужели? Да, и мостовые те же, и фасады те же. И фасады-то те же, но вы знаете, что 60-е годы и сейчас 90-е, мне кажется, они очень отличаются. Отличаются, да, но по глубинной сути какого-то не очень. Единственное, что мне смешно, вывески, если, например, нужно, скажем, снимается американский фильм о России, и мы снимаем, скажем, в Осло. Или там Финляндия приехали. Им нужно сразу создать там Россию. Вот вывески точно такие, как если бы делали кино. То есть что-то временное, нарисованное на картоне, подпостоянное. Вот это мне очень... И на английском языке. Мне это очень забавно видеть, потому что все для меня это как фильм-сет, как съемочная площадка. Весь город. Да. Мы сейчас не стесняемся надписей Бастурма, Шаверма, вот прямо посередине Невского проспекта. Ну, в смысле, да, нет культуры языка еще рекламной, поэтому все идет переводное. Я вчера ночью из-за разводных мостов остался на Петроградской стороне, и вот в этом полумраке, где-то уже там в полтретьего подхожу, и написано «Вагон Виллс, и ты победитель». И я подумал, где тут подлежащее, где сказуемое. То есть, некоторые есть такая бессмыслица, но это отладится. Да, мы играем во что-то. В русском языке всегда был огромный срез западного. Как говорят ценники, ни на букву А, ни на букву Ф, ни одного слова в словаре не найдешь. Так что у нас опыт богатый в этом смысле заимствования. Переварим и это, естественно. И будет свой нормальный рекламный язык. Как только вот этот период начального нахрапа кончится, а он кончится, я уже под спудной силой вижу. А вы сейчас заметили, что вы говорите «переварим», то есть вы себя как бы не переварите? Нет, ну я же неотъемлемая часть. Как самолет начал снижаться над Питером, сердце же забилось. Все эти родная лохматая природа, она же такая здесь не стриженная, и больше такой нигде нет. Везде все как-то приведено в какой-то архитектурный вид. А здесь как растет, так и оставляют. Вот. Поэтому я как увидел картинки знакомые. Английского парка нет. Сердце забилось, да. А потом, вот представьте, в Англии сидишь и играет, скажем, сборная России с сборной Англии. У нас была такая шутка на BBC, говорит, вот наши приедут, они нашим покажут. Слушай, мы все раздвоены. От этого не открестишься. Так вас там много? Русских сейчас количество растет. И кое-где даже уже, как тут в Петербурге, ощущение. Если придешь на какую-то сходку, там есть и волевые лица, и спортивные штаны, и все что угодно. А вот это то, что у нас там? Да, это есть, появилось. Русских говорят, 17 тысяч в Лондоне, хотя я в это не верю, думаю, меньше. Но люди уже есть. Некоторые мимикрируются, уходят, растворяются в английском контексте. А есть которые... Там уже появилась маленькая община, уже какие-то концерты, время от времени. Вот ДДТ приезжал, Гребенщиков. Там уже есть свои тусовки, там по ночам какие-то концерты, там для 80-100 человек. Вот так мы и будем экспортировать свою культуру для наших. Ну, естественно, естественно, через русскую общину, конечно, а как же. Книжка вышла. У меня только что она вышла, вот только из пресса вынули, а сегодня привезли. Книга называется «Рок посевы», классика, том первый. Там собраны программы, которые пользуются большой популярностью. Рок посевы, это тоже там севооборот, это вот из-за... И все время, да. Рок посевы, это не я придумал, как слушатель в набережных Челны. Ну, так вот удачно получилось, мы взяли. Там книжка такая комплексная, в ней все. Там и дискография, и всякие картинки, и там и хроники, и истории, и там все. И там указано, что играть в этом месте, можешь сделать сам тяга. Это книжка, предвестник так называемый мультимидии. Вот ее можно будет когда-нибудь выпустить на компакт-диске, и можно будет в любом месте там, или из картинки видео включать, или включать музыку там, мешать с текстом. В принципе, любой человек, как бы, подобрав музыку, может читать ее, заводить. Вы имеете возможность вот не как радиокомментатор, а как телекомментатор что-то сказать музыкантам, фанам, любителям музыки и вашим поклонникам? Я посильно стараюсь как бы содействовать тому, что оставил. И через радио работаю, и книжку, и вот следующая стадия развития жизненного, это, видимо, будет музыкальный журнал. Я хотел бы, чтобы он жизнь скрасил, особенно в провинции, где жить скучно, и где ничего не происходит. И этот журнал даст возможность мгновенно приобщиться ко всему, что происходит вообще в западном мире на уровне сливок. Мы, так сказать, все сливки с ними, мы вам дадим в лучшем виде. На понятном языке это будет весело, интересно и разнообразно. Там будет от фильмов и книг, и все обзоры пластинок, и концерты, и все, что происходит. Поэтому, чем желать, так сказать, я лучше что-нибудь пытаюсь сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok